Самый страшный был это, когда объявили по радио о том, что началась великая война. Родина-мать в опасности, комментатор передал. Родина-мать в городе Могилево Все поднялись на защиту нашей Родины, в том числе и поднялась наша большая семья, состоящая из девяти человек, семеро детей, и папа, и мама. Как и основные работы выполняли, копали траншеи вокруг города Могилева, окопы, землянки. Кто работал внутри города Могилева, баррикады строили в это время. Аэропорт же был у нас в Могилеве-Налупалово, поэтому еще могли прилететь и представители города Москвы. Очень много военных прибыло, и солдат, которые вместе с Могилевским начальством и рабочими, и студентами решали, как задержать фашистов у города Могилева. Сестра моя Мария, она заочно кончала уже институт географический факультет и работала в одиннадцатой школе. Ну и познакомилась уже и с прибывшими дивизиями, и большой стрелковый полк, руководитель был Котельников. Вот тут они все познакомились, сестра, и познакомилась с нашей семьей и участниками из Москвы, представителями, и обсуждая, как защитить город Могилев. И постановили создать подпольную организацию из тех людей, которые знают хорошо все точки города Могилева, куда мог пробраться фашист. Ну и так как она работала на вокзале железнодорожным поваром, поэтому назначили ее начальником подпольной организации на вокзале города Могилева, которая могла бы, когда пробирались фашисты и останавливались, и там она вместе с рабочими этой столовой смотрела, описывала все. Ну а я всегда возле их бегала и говорила, а когда же мне задание дадите какое? Ну и подполковник, не волнуйся, и тебе придется дать задание. Ну и когда уже распределили, Мария была подпольщицей на аэродроме у города Могилева, Оля у шелковой фабрики, ну а Веречка на станции, на главной железнодорожной. Ну и надо же было представителя, который мог. Ну и, конечно, близлежащих деревень все ребята пошли в партизаны. Значит, надо было добираться до партизан и давать задание партизанам, где расположились фашисты. Ну и они сказали, ну вот, пришла очередь тебе, и ты будешь у нас связной, потому что ты хорошо знаешь город Могилев, ходишь всегда к сестричке. Ну и так меня назначили связной подпольной партизанской организации имени Османа Касаева, руководил партизанским отрядом. Ну и вот я проходила на вокзал, Вера мне давала сведения, все уже приготовлено, а если это летом, то вшивали, ну, мой пиджак или пальто какое, в чем я была одета, в подклад. И отправляли меня. Нужно было к партизанам идти, а Могилев и Буйнич находятся между двух железных дорог. Нужно было пройти километров пять через железную дорогу, перейти железную дорогу и до Просневича и Ямница влез к партизанам и передать эти сведения. Вот так я и проводила. А зимой, если пробирала все, то, естественно, они мне укладывали то ли у валенки, то ли у стельки осенью. Так я работала до 43-го года связной подпольно-партизанской организации и давала сведения. Ну, а партизаны в это время, конечно, громили фашистов, тем более, что река Днепр, мосты ж были. А что, пробраться фашистам? Надо же как-то пробраться через Днепр. Поэтому подрывали мосты через Днепр, подрывали партизаны железную дорогу. И даже был один раз лучше, и я принесла сведения. А они выполняли задание, подрывали железную дорогу и уже там готовили места. Ну, а я подошла к ним, у них расспросила, а я такая шустрая была, быстрая. Вот, я говорю, вот, ношу, ношу сведения. А дайте мне, я говорю, положите мину, вы только скажите, куда, в какое место и куда заложить. Ну, и один говорит, ладно, идем. Вот, раз ты хочешь выполнить тоже задание. Я говорю, я и так выполняю через Днепр задание, довожу до сведения о расположении фашистов. Ну, и он мне показал, говорит, бери мину там или что там, это самое, и закладывай. Я заложила, он там проверил все, закрутил, завинтил. И мы вместе, я с партизанами, мы отошли, наверное, километров 10. И время они же уже поджидали, что должен подойти эшелон и с фашистками. Ну, и вот мы услышали, как в воздух поднялся вагоны, и техника, и фашисты. Мы все заплескали рады и говорят, ну вот, вместе с тобой доложим начальнику партизанской отрады, что и ты вроде помогала нам громить фашистов. А в 43-м году на след нашей подпольщики сестрички Верышки ночью напали в фашистовую квартиру, ночью ее. Ну, видимо, кто-то подсказал, знали. Вот. И ее сонную схватили, завезли в тюрьму, и там над ей издевались, пытались, так как она была начальником подпольной организации, значит, допытывались у нее о членах семьи, чтоб рассказала о друзьях, которые занимаются подпольной организацией, о партизанах, но она ни единого слова, ни звука не произнесла. Ее избивали, она была очень страшная, и Мариячка потом, я поехала к Марии, я говорю, что давайте сходим хоть передачу какую-то передать. Ну, подъезжаем туда, остановились, стоит машина немецкая, немцу полно, и вытянули ее, еле живую, с камеры, бросили ее в машину, увезли и расстреляли. Это было страшно, конечно, мы все были расстроены. Ну, и в то время появился азарт борьбы с фашистами. Даже у меня малолетние, и то я даже сказала, что давайте любое задание выполню за смерть сестры Веры. Ну, так, мама и папа, конечно, ну и вся семья наша очень переживала. Ну, и положение стало тяжелое в том смысле, что они же узнали и дом наш в Тишовках, что это дом партизанов и дом подпольщиков. И они все время следили. Ну, и мы иногда, малая, это Саша и Миша, всегда выбегали на улицу и следили, когда немцы подъезжают, чтобы совшить маме. А папа, в это время работая в кавхозе с лошадьми, он организовал телегу с двойным дном и ездил на Буйницкое поле после боев. Нас садил и маму, и мы под видом колосья собирать. Это же летом шли бои. Ну, а папа и старший уже брат, и мы что-то такое, что папа сказал, винтовки можете, если увидите, говорите и проносите. Папа трижды сделал такой заход. На полоспратили эти оружия. Все винтовки, автоматы, ленты с патронами. Закрывал соломой, садил нас наверх. Ну, и когда немцы встречались, то они задавали вопрос, куда. А он отвечал, что к дедушке и бабушке везем киндер детей. Три раза так получилось, а потом было очень опасно, и он иногда провозил оружие домой, в Тишовку, и пратили погреб. Ну, в колхозе всегда у домах были же погреба, и поэтому погреб. А партизаны и сообщали партизанам, что оружие есть, и соль передавали. Все, что необходимо для партизанской отрада. Потому что мы всех партизан ребят знали, знали, потому что в нашем доме были же ребята. Ну, и так обстоя наука стала настолько тяжелая, что ни папе, ни старшему брату и Миши оставаться в этом доме невозможно было. Следили все время фашисты. Они пошли в партизаны, мы остались вдвоем только с мамой. Ну, и очень страшный был последний. Это было зимой. Мама говорит, ну, все, вроде уже темнеет, пойду закрывать калитку. И вдруг она вышла, и у Тишовки целый обоз фашистов, эсэсовцев приехали, громили там, мы искали, ну, не знаю, что они там искали. И она подошла, хотела закрыть калитку, и вдруг увидела, что вокруг нашего дома окружили эти фашисты наш дом. А в этот вечер ночью должны были прийти партизаны за оружием. Ну, и она прошла в дом, и я только ж одна, и больше никого нету, она в слезы, но все, если встретиться с партизанами, что-то будет страшное. И тут на мысль у мамы быстро возникла мысль такая, так, срочно, доженька, давай, одевай кожух. Ух, валенки, дала мне, одела, меня платок замотала, дала бетончик, и сказала, попробуй подойти к калитке и попросить, что ты идешь к соседке за млеком, за молоком. Ну, они меня пропустили, может, потому что я малышка, что ж, была. Они не думали о том, что малые вот дети могут выполнять такие задания фашисты. Они меня пропустили, я по улице прошла три дома, на крыльцо поставила свой бетончик, соседке сказала, объяснила, что если есть, так лените немножко. А сама огородами, посадками побежала. А тяжело бежать, снег был страшный, холодно, я падала, но цель была у меня одна, чтоб только не встретиться с партизанами, а вдруг мы разменемся, и произойдет самое страшное. Поэтому я поднималась, плакала, добежала до железной дороги, а подняться на железную, отказ же, а снег такой, изморозь, куда? И я, вот откуда силы брались, даже не могу вам сказать, но всегда же посадка вдоль железной дороги, и я подбежала, деревья, сучки какие-то, отломала один, другой, и вскарабкалась, на железную дорогу, села, расплакалась, вычерла слезы, и думаю, господи, ну вот-вот должны идти партизаны. Ну и вдруг повернулась, на правую сторону смотрю, в белых халатах идут. Я помахала рукой, и они тут же пробежали, что случилось? Ну и я им ситуацию всю объяснила, я говорю, идти невозможно, иначе погибнем мы, и тишовка все, и может и сожгут нас, и все. Ну они говорят, все, успокойся, они меня трошку разогрели, успокоили, вытирая слезы, ты молодец, выполнила все. Кто тебе дал такое задание? Мама, я говорю, а больше никого нет, у всех партизан. И говорят, мы это все передадим начальнику, сейчас же, и потом уже после, перед окончанием войны, мне и вот, наградили меня за мужество и храбрость, угоды в Великую Отечественную войну, за этот подвиг, который я вот спасла тогда и свою деревню Тишовку, ну и своих родных. Не по годам взрослели мы среди беды, среди войны, и каждый из нас пронес там крест, тревог и слез. Детей войны не сосчитать, кто потерял отца, мать, брата, сестру, и горовал, и голодал, и у руки сам винтовку брал. А было нам не много лет, сыны, отцов, и дочери побед. Но как бойцы были равны, пусть даже мы и пацаны не по годам взрослели мы среди беды, среди войны, за тех родных, которых нет, горел в сердцах победы свет. Это мое собственное сочинение, потом я уже соженила. Первые слова победы я услышала в городе Могилеве. Это было летом 16 июля 44-го года. Перешли железную дорогу военная в форме с гармошкой и пели песню «Мы победили с победой вас весь белорусский народ». И мы с цветами на лужайке нарвали цветов и старики, и женщины, и дети бежали и поздравляли самых дорогих, самых любимых герою нашей победы. Это запомнится на долгие-долгие годы. Каждый год в течение всей моей жизни, сколько я живу, всегда я нахожусь на круглой площади и там возлагаем цветы нашим погибшим, партизанам, воинам, военным. Наша память вечно будет и наша молодежь, я считаю, будет помнить и возлагать и вспоминать тех героев, которые принесли нам победу и радость и свободу. А нашей Белоруссии продолжать расцветать, пусть будет синяокая, любимая, независимая наша родная Беларусь. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин